Здесь жил бобер, на этом месте. С Харьковской он сюда перешел. Мы за ним наблюдали, оберегали его. Он выплывает, купается, а потом пропал тишина. Потом увидел, что он в петле в капкане попался. Очень серьезно попался. Начали заниматься спасением. Вышли на волонтерскую организацию, которая занимается спасением диких животных. Поздно вечером я увидела пост команды спасения. Мы с ними сотрудничаем, они нам привозят животных отловленных. Вот такая ситуация. Поймали бобра, вытащили, повезли к ветеринарам. Они подтвердили, что да, бобер к ним приехал. Открытый перелом, перебиты обе кости. Бобер в плохом состоянии. Шансы были не очень велики. Потому что очень большая потеря крови. Поговорим с ветеринарами, они попросили, скажем так, помощи в плане того, что это даже не птица, не собака. Бобра лечит сложно и дорого. Плюс бобра надо кормить, обеспечивать едой. Они достаточно прожорливые. Создание. Ему нужны овощи, фрукты. Ему нужна свежая древесина определенных сортов. Тернары попросили, чтобы подключили людей, кто может, чтобы помогли. Кому этот бобер неравнодушен. Благо, люди у нас добрые, неравнодушные. Благодаря помощи людей удалось оплатить операцию. Лапу собрали на биопластинах, которые не требуют потом изъятия из лапы. Они саморассасывающиеся. На данный момент Ваську перевели в открытый вольер уже в зоопарке. Бобра сейчас не показывают, потому что ему надо адаптироваться в этом вольере. Это буквально вопрос трех-четырех, может, пяти дней. В зависимости от поведения специалисты будут наблюдать. Просто сейчас при переезде в новое местное обитание для него любой чужой человек, а тем более много, это дополнительный стресс. Состояние его еще такое, что врачи боятся лишний раз его просто нервировать. Вчера разговаривали с ветеринарами, он уже начинает драться, активничать. То есть пытается залезть в ложку с водой, чтобы покупаться. Слава Богу, ну, кажется, Васька пошел на поправку. Ситуация с Бобром Васей неординарная в плане того, что, ну, по-моему, то, что жалко животное. Ситуация еще плохая в чем, что, ну, практически в центре Киева капкан. То есть до этого были, ну, как бы, петли браконьерские, то есть разные другие ситуации. Но вот именно использование капкана в центре Киева, ну, там, где гуляют дети, где ходят домашние питомцы, то есть люди ходят, ну, это просто несет уже опасность для самих людей. Субтитры создавал DimaTorzok